Имеет ли значение срок исковой давности для разрешения тех или иных вопросов по тем или иным делам? Конечно же, дорогие друзья, имеет. И срок исковой давности позволяет стабилизировать гражданско-правовые отношения. И, конечно же, он придуман как раз для того, чтобы была определенная правовая, я извиняюсь за тавтологию, определенность в тех или иных вопросах. Потому что имущественные права, их осуществление, оно при длительном стабильном правоотношении, в длительный промежуток времени, конечно же, позволяет неким образом реализовать свое право более полно. То есть, когда вы имеете определенное, к примеру, имущество и хотите в него инвестировать, и будете уверены, что после ряда проведенных сделок, после того, как оно к вам попало, не будет никаких правовых посягательств на это имущество, к примеру, по прошествии трех лет и так далее. Это касается при покупке квартиры, к примеру, когда вы покупаете, всегда необходимо проверять квартиру на те или иные обременения и так далее. Почему? Потому что всегда нужно учитывать о возможных наследственных спорах, о возможных спорах, связанных с банкротством тех или иных юридических или физических лиц, в сделках которых участвовало это имущество и так далее. Потому что может оно попасть неким образом в массу того или иного банкротного дела и так далее. И вот здесь, конечно, дорогие друзья, смотря на вот эти все вещи, срок исковой давности, он имеет огромный положительный эффект. Это так называемый стабилизатор гражданско-правовых отношений, который позволяет достичь баланса интересов между лицами, которые хотят защитить свое право, нарушенное в судебном порядке, и между теми лицами, которые хотят осуществить в полном объеме реализацию своих имущественных правоотношений. Поскольку имущество, ни для кого не секрет, в какой бы форме оно ни состояло, оно с течением времени убывает тем или иным образом в результате износа, в результате воздействия времени и так далее. Это уже потом оно превращается в антиквариат, где время играет противоположную роль, там где есть определенная точка невозврата, где уже все играет в обратную сторону. Но при всем при этом, конечно же, все имущество требует определенного содержания, требует вложений, возможные улучшения и так далее. Поэтому вот срок исковой давности это огромный стабилизатор для всех гражданско-правовых отношений. Но вместе с тем, этот стабилизатор гражданско-правовых отношений, конечно же, он имеет и обратную сторону. Когда сторона, к примеру, вследствие своей неграмотности, и недаром неграмотность является основанием для восстановления срока исковой давности, вследствие своей правовой неграмотности не понимала, что проходит срок исковой давности, либо не знала о том, что право ее нарушено, не обладала информацией об этом, либо в силу того, что соответствующим образом не понимала суть, либо нарушение, либо того или иного действия, не могла понять, что нарушены ее права. Поскольку у нас срок исковой давности в соответствии с 200 ГК начинает течь с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. И здесь, исходя из разъяснений высших судебных инстанций, этот элемент будет иметь место при совпадении двух условий. То есть, лицо узнало о нарушении своего права, и, исходя из этого, исходя из нарушения своего права, узнало, кто будет ответчиком. То есть, кто нарушитель права, кому предъявлять требования, кто будет у нас ответчиком, грубо говоря, по делу. Поэтому, дорогие друзья, вот это очень важный компонент. И соответствующим образом к нему я советую и относиться. С уважением, с пиететом, но, как говорится, и с должной осмотрительностью, с одной стороны. Но при решении вопроса о восстановлении срока исковой давности, конечно же, необходимо пользоваться всем арсеналом, который предоставлен у нас, и восстанавливать, и приостанавливать течение срока исковой давности, ссылаться на те обстоятельства, которые предусмотрены законом, использовать особенности тех или иных правоотношений, к примеру, семейных, поскольку в семейных правоотношениях срок исковой давности, к примеру, при разделе имущества, имеет свою особенную специфику. И, конечно же, дорогие друзья, использовать все эти компоненты в полном соответствии с законом. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось сегодня поговорить. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Удачи вам в ваших делах. Счастливо!